Здравствуйте, уважаемые зрители, друзья, пчеловоды! В этом коротком ролике продолжаю эксперимент по действию полыни горькой на воротоз пчел. Начало эксперимента показывал в предыдущем ролике, ссылка на него находится в описании к данному видео. Кто не верит результату по особи клеща от полыни, может проверить сам и убедиться в этом, тем более это бесплатно. Кроме моих семей, сначала посмотрим особь клеща у отца, разница у нас в размещении полыни, которую сейчас мы, само собой, дальше покажем. Клещ сыпется однозначно от полыни. Сейчас проверим, у отца две семьи. Вот первая семья, клещ сыпется, но не в том количестве, как у меня, но разница в размещении полыни. Вторая семья, тоже есть особь, есть однозначно, но не в таком количестве, наверное, около 10, может 15 штук. У него полынь размещена на рамках, но разница лежит полынь у него через сетку, то есть пчела непосредственно с полыней у нас не контактирует. В моих семьях полынь лежит непосредственно на рамках, то есть пчелы имеют непосредственный контакт с полынью. 7 октября у нас уже прохладно на улице и семьи начинают собираться уже в клубы. Сейчас проверим семью, которую я в предыдущем видео контролировал, проверял. Вчера я не проверял, это то есть сейчас осыпь в данный момент у нас за 2 дня. Сейчас посчитаем и посмотрим в записи. Уже знаете, уже сомнение меня берет, то ли средство мое действует так плохо, которое летом обрабатывал клеща. Сыпется каждый день и сыпется довольно-таки много. Проверяли мы сейчас с вами 23 семью, 52 клеща упало. Это получается за 2 дня. В прошлом видео за 2 недели в этой же семье упало у нас 23, 167 клещей. Также проверял еще 4 семьи. Но сейчас мы обратим внимание на одну семью. В принципе, я думаю, достаточно будет. Вот, глядите, 23 октября, 87. 2 октября, 23. 53. 3 октября, 23. 74. То есть я проверял каждый день. 3 октября, 23. 74. 4 октября, 23. 30. 5 октября, 23. 35. И сегодня у нас 52 штуки. Так, ну я думаю, налицо действия полыни на клеща ворову. На этом, друзья, все. Всем пока, всем удачи и до новых встреч.